МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 июня пятница Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Нешуточный скандал разгорелся вокруг Приморского военкомата. В пятницу сотрудники ведомства задержали несколько десятков студентов политеха. Их увезли прямо перед защитой дипломов. Парни отлавливали у входа в общежитие. Тех, чьи фамилии находились в списках, затем доставили к военкому. Подробности выяснял Иван Леонтьев. С самого утра день у студентов политеха не задался. Микроавтобус с логотипом одесского дельфинария припарковался у входа в общежитие не для того, чтобы отвезти парней на экскурсию. Из бусика вышли люди в военной форме. У дверей они интересовались фамилиями входящих и выходящих студентов. Затем, сверяясь со списками, увозили в неизвестном направлении. Позже выяснилось. Непрошенные гости – сотрудники Приморского военкомата. Именно там оказались ребята, которые шли на защиту диплома. Ребята не представлялись, приехали вообще на машине дельфинария и начали разбираться. Они просто у входа становятся, спрашивают, какой курс. Ты им отвечаешь, курс, фамилия, они тебя проверяют по спискам, если что, забирают. Я сделал несколько фото, и ко мне подошел один из них, один мужчина, и получается, начал мне угрожать. Сказал, что если еще я сделаю одно фото, он мне телефон разбьет, что я об этом очень сильно пожалею, что он меня запомнил, и у меня будут после этого проблемы. По словам студентов, руководство вуза направило в военкомат списки лиц, которых нельзя призывать до 30 июня, пока те не защитят дипломы или не будут отчислены. По горячим следам мы направились в военкомат. Закрыли вообще, только что мы звонили в военкомат. Дверь хоть чуть-чуть, видно, была на доводчике закрыта. Но мы видим, что за нами сейчас наблюдаются камеры, и только что кто-то изнутри подошел и закрыл дверь на ключ. Внутри мы застали несколько десятков обескураженных молодых людей. С военкомом же поговорить не удалось. Он заперся в кабинете, отказываясь общаться даже с полицией. Руководство политеха уверено, действия сотрудников военкомата незаконны. Напишут соответствующее заявление на имя областного военкома о неправомерных действиях Приморского военкомата. То есть это неправомерные действия, да? Неправомерные, нет. Они не могут забирать детей, которые находятся сегодня на защите дипломов. Позже нам удалось связаться с заместителем военкома Приморского района. Он заявил, что поступили директивы, в том числе указ президента, о подготовке срочного внеочередного призыва. Все военно обязанные проходят медицинскую комиссию, значит, дети сегодня исправляют документы, поменяем новые документы, чтобы все были готовы, если прижим будет указ президента о проведении призыва. Я так понимаю, что это будет специально проводиться призыв для Национальной гвардии Украины. В итоге все студенты расписались в получении повестки явиться на выборы 19 июля. Их отпустили. На официальном сайте главы государства указа о проведении внеочередного призыва нам найти не удалось. Иван Леонтьев, Виталий Прус, Думская ТВ. Импорт российских товаров вырос в полтора раза. В основном из страны агрессора завозят уголь и нефтепродукты. Выводы счетной палаты сегодня с трибуны парламента обнародовал депутат от самопомощи Руслан Сидорович. А Игор Соболев поинтересовался у премьер-министра, что мешает главе правительства прекратить ввоз российских товаров. Владимир Гройсман поспешил заявить, что, по его данным, мы давно не пользуемся российским углем. За информацией Министерства палинингретики, ни одна государственная компания не закупирует ввозь украины агрессора. Это первая позиция. Вторая, рядом вживаются все заходы относительно диверсификации поставки ввозь и третье, мы делаем замешивание ввозь на другие виды палива. Украина увеличит военную группировку на юге Одесской области. Об этом во время рабочей поездки в одесский гарнизон заявил министр обороны. Степан Полторак сообщает пресс-служба оборонного ведомства. В планах министерства создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу, а также организовать на территории Тарутинского полигона заказник национального значения. Сам полигон передадут в пользование военно-морским силам. Рыночные страсти. На площади Деревянка произошел конфликт между продавцами и борцами с несанкционированной торговлей. По словам предпринимателей, незваные гости не представились, а сразу принялись крушить лотки. Никто, ни слова, ничего. Забрали двое веса. Пропала сумка с деньгами, с документами. Вот в ящике стояла сумка, документы стояло, все. Пропали эти сумки. Сидела женщина, больная астмой. Они начали у нее отбирать весы и ударили ее весами. У женщины случился приступ. Вызывали ей скорую помощь. Продавцы рассказывают, торгуют на тротуаре, потому что нет денег, чтобы заплатить за место на рынке. По словам правоохранителей, рейд проводили чиновники в мэрии. После погрома торговля достаточно быстро восстановилась. Ремонт фасада в Воронцовском переулке подходит к завершению. Уже окончена работа на 19 объектах. Об этом заявил начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия. Андрей Шелюгин пообещал, что до середины июля закончит текущий ремонт на оставшихся семи фасадах. После этого начнется уже другой этап работ. Планируют переложить часть коммуникаций. Мэрии обещают, переулок будет пешеходным, а мостовая приобретет аутентичный вид. Это будет брусчатка непосредственно, которую сегодня мы собираем по городу и сохраняем ее для таких работ по восстановлению исторической среды. Мы прокладываем канализацию слаботочную для того, чтобы снять те жгуты проводов. Кроме того, установят новые светильники и уберут растяжки. В ходе текущего ремонта, кроме прочего, заменили аварийные элементы декора и штукатурного покрытия. Такие работы должны стать системными, считает Владимир Суханов. На памятнике архитектуры – это обычное строительное здание. Мы закончили цикл работ, правильно, закончили в этом году, в этом месяце. Через какое-то время, через 2-3 года, надо еще раз выполнить текущий ремонт. Это на самом деле все равно будет намного дешевле, чем делать реставрацию. Концерт на колесах. Духовой оркестр ВМС оригинально поздравил одесситов с 25-й годовщиной военно-морских сил Украины. Современный репертуар и произведения известных классиков музыканты сыграли прямо в трамвае. Подробности знает Юлия Долганюк. Одесские мелодии, морские мотивы и легкий джаз. Духовой оркестр подобрал зажигательный репертуар. Это патриотично, украинско, народно, языково-морско, эстрадного плана. Музыкальный трамвай с оркестром на борту курсировал от 2-й до 16-й станции Большого фонтана. Затем с ветерком и отличным настроением обратно. Известные мелодии заставляли оборачиваться всех прохожих. Смотрю на их лица и мне тоже весело, потому что у людей радость на лицах, восторг от этой музыки. Громкими сигналами провожали музыкальный прогулочный трамвай и одесские водители. Мы просто заряжаемся теплом вокруг нас, которое люди нам дарят, которое нас видит. Поэтому легко работать. Музыкальный флэш-моб Одесский оркестр военно-морских сил Украины проводит уже в третий раз. Юлия Долганюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова